пускай он катится не подтормаживает вот и этот момент очень тяжело выдерживать потому что ты вроде как близко от земли шаг влево шаг справа да у тебя уже как говорится расстрел вот поэтому лучше проходить вернее у тебя есть несколько контрольных точек да у тебя есть это дальний привод 250 260 260 260 скорость высота у тебя есть ближний ближний привод 240 80 следующая точка есть торец где ты должен его пройти на 210 скорости вот тогда ты подходишь к полосе выравниваешь выдерживание занимает минимальное время ты просто поддерживаешь так говорится самолет в горизонте как моего поддерживаю он проседает и ручку на себя проседает и на себя и тем самым ты вроде как его поддерживаешь при этом уменьшаешь вертикалку создается взлетный ну или посадочный угол он одинаков и ты тогда очень аккуратненько и мягенько касаешься полосы то есть тем самым ты уменьшаешь если у тебя скорость повышена и еще плюс ко всему маленький посадочный угол то ты как бы плюхаешься у тебя здесь же стремится опуститься носовое колесо можно словить и козла правильно потому что да потому что у тебя идет момент определенный да ты как бы ну рычаг ты одним касаешься 2 стремится да поэтому чтобы с этим бороться нужно создать достаточный посадочный угол посадочный угол вот у тебя он будет равен взлетному вот взлетный угол я хотел еще сказать начал но заикнулся взлетный угол у тебя также был недостаточен то есть у тебя получается ты чуть-чуть колесо оторвал вроде катишься потом резко и ты уже в воздухе то есть ты дернул ручку и ты уже вот давай сейчас мы попробуем я щас я щас смогу забрать управление хера мне не настроена походе кнопка наш нара настраивал же или мне джосики давай у тебя сейчас работы джосики посмотри я тебе отдал управление смотри даже я всегда ориентируюсь по подушки прицела то есть как ее как ее определить вот есть у тебя прицел есть такой справа пимпочка с предупреждающими сигналами нашими да вот над предупреждающими есть еще такой вырос скажем так серень серень да 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 вот обычно обычно я горизонт ставлю горизонт доставлю именно вот на линии верхней линии вот этой вот пимпочки которая выступает над прибор это безусловно поэтому я перешел к именно к дефолтному режиму дефолтном положении вот за инструктор я немножечко приподнимаю кресло чтобы но вот я посмотрел фотки реальных вот не скидывал скидывали фотки положения головы кабины в задней кабине положение инструктора я вот в такое положение пытаюсь настраивать то есть над задним креслом чуть-чуть видно обечайку фонаря вот и это единственное что я делаю а впереди когда я сажусь у меня все всегда по дефолту и именно поэтому получается как бы что постоянно в одном и том же месте у меня линия горизонта и когда я сажу сажаю самолета именно вот после выдерживания я создаю именно такой же посадочный угол как и на взлете и он мягенько-мягенько касается давай на взлет на взлетный круг да все поехали на взно ты запрашиваешь на взлетную и сообщаешь свое задание круг на тебе говорит на взлетную по кругу 600 так все проверили лампочку 90 202 взлет все сдали добро выводим максимал проверяем контроль и осуществляем контроль работы двигателя если все в порядке отпускаем погнали 130 можно да отлично и начинает поднимать ты его встречаешь встретил вот зафиксировал не 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 вот чуть-чуть перетянул опять то есть ты смотри ты все правильно сделал ты поднял нос он начинает поднимать трасс чуть-чуть вернул ручку и зафиксировал все и ждешь не надо ей дергать больше ни вниз ни вверх то есть он сам наберет ту скорость на которую сможет оторваться фару под 80 убрали закрылки переводим в разгон до 350 помню да при опустении многонос то есть к трем стам высоты у тебя должна быть скорость уже 350 ну вот нормально все и погнали сейчас тебе ветер будет дуть на развороте в спину то есть как бы гнать тебя на внешнюю сторону круга правильно то есть ну понимаешь соответственно кренчик можно брать не 20 25 а там двадцать пять двадцать семь да то есть чтобы ты немного интенсивно разгонялся потому что разворачивался потому что за счет ветра который те дует в спину ты будешь как бы относительно земли двигаться немного быстрее и уходить за внешнюю сторону круга это ты тампада руливая нет 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 это скорее всего турбулентность у меня что-то джойстики не работают если честно я не понял почему а потом вот у тебя сейчас с левой стороны улица вот такая да она прям она практически параллельно обратному посадочному вот это ориентиры она должна скользить у тебя по левому борту чуть впереди за этой улице есть он населенный пункт что-то забыл как он называется колоссистый что ли вот ты должен пройти по северной его части то есть тоже его оставляешь слева чуть-чуть цепляешь его уголок это твой визуальный ориентир относительно земли скажем так а вот за ним будет высоковольтная линия передач электропередач который идет справа налево по курсу нашего полета и заканчивается в такой будки ну типа электростанция некая да то есть такая распределительная станция так вот эта станция должна проскользить я по правому борту вот эти вот три ориентира когда совмещаешь между собой эти ориентируй час мы идем немножечко левее да то есть еще надо правее повернуть градусов на 5-10 сейчас вижу эту будку вот еще и все еще еще я тебе сейчас я покажу вот так держи и она прям практически по курсу сейчас чуть дальше в районе третьего разворота такое строение как вот слева вели вели линии электропередач если по ней идти ту будку точно не пройдешь мимо высоковольтные столбы идут внизу там такая маленькая да 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 ну вот это тебе третий ориентир вдоль которого под капотом вот ты должен сделать так чтоб она проскользила у нас по правому борту и тогда ты весь свой полет будешь так у нас траверс уже прошли до выпускаем готовим вернее выпускаем шасси выпускаете 330 320 то есть должен построить свой маршрут так чтобы пройти параллельно вот этой улице дальше захватить северную часть этого колосистого и правым бортом прощеркнуть про вот этой вот будки тогда ты четко вот это вот улица внизу она сейчас вот прям вот сейчас будет не на нее как я понимаю поворачиваю вот это вот да и прошел да нет 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 пока рано пока рано 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 вот когда ты ее пройдешь чуть дальше да то есть полностью пересечешь вот тогда это как раз место третьего разворота ты поворачиваешь на вот на берегу там есть такой ну давай щас повернем я тебе скажу все уже можно это третий разворот на третьем шасси выпустил и вот сейчас мы крутим 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 есть такая река да так вот озеро такая загибулина вот ты сейчас видишь мы сейчас носом на одну дымит и чуть левее сейчас она у нас градусов часов на десять вот сейчас будет город перед тобой до такой и вот следующий херня с дымом это как раз твой визуальный ориентир для вывода из третьего разворота вот на него ты должен выходить вот на неё стоп а ну у меня есть вот я сейчас я показывал потом если что на моем все верно только выпустят они чаще скорость растет аккуратно выпускаем закрылки 25 обороты 85 снижение планирование может сейчас четвертому подойдемся с как бы не перелететь все скорость 280 а скорости 450 400 мы должны выполнять четвертый разворот ну то есть как раз в створ полосы на посаду высота 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 до изменялись 270 у нас темп снижения не уменьшаем на себя ручку не тянем чуть рановато начал сейчас можем не успеть снизиться корректно чуть выше идем скорость аккуратнее уберутся закрылки пойдем на второй пускай 44 сразу же готовься парируй и оборот 92 а то скорость сейчас упадет ниже корректирую свою пятую точку на линию осевую полосы нос будет смотреть правее это не страшно так должно быть у тебя должна быть прямая торец ближний дальний вот линия проходит и ты пятой точкой идешь по этой линии визуально при этом носу тебя смотрит вправо данном случае потому что ветер справа и и он так смотрит до самого касания не надо его выравнивать чуть-чуть правее возьми на час несет на левую сторону планируешь к за 50 метров до уже до убирай обороты в ноль убираю 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 ноль все тихонечко подтягивай тихонечко тихонечко высоко только не выровни все вот ты подошел выдержал посадочный еще 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 вот так все дернул в последний момент но чуть-чуть менее интенсивно если бы взял мы бы ровно как рома аккуратненько то есть ты вот этот момент дернул и мы получается полпай по этого момент убирай закрылки и погнали в смысле 25 и погнали то есть получили до небольшое ускорение вверх но мы чуть чуть оторвались даже трудно назвать козлиниям ну чуть-чуть еще подтягивай вот зафиксировал держишь держишь держи 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 все здесь вот этот момент главное научиться именно зафиксировать то есть начинает нас поднимать ты ей навстречу как только нос остановился и ты ручку зафиксировал все дальше она все сделает сам но это это только тренировки я сейчас переделал удлинитель на ручку да у меня уже не получается нужно заново тренироваться я понимаю что у меня чуть-чуть дёрга не получаться стал у меня удлинитель самого начала ну я это это надо привыкнуть да просто надо привыкнуть но это прикольно удлинитель это вообще круто да согласен но я сейчас тоже все прямые все выровнял так 350 все сфиксируем задираем носик чтобы было 350 и все на первом 300 погнали у нас по связи по радио но имеют дупо голосу нет никаких лагов ты как бы просто просто иногда бывает по срске когда мы общаемся например с ребятами общались когда инструктором был я ему говорю а он как бы ну я понимаю что он опаздывает и порой даже сбивал с толку да я ему говорю там задержи задержи а уже в этот момент надо тянуть пока до него дойдет просто голос сигнал но если у нас с тобой как бы сейчас более-менее мы по пингу должны быть рядышком сервер свой да 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 я москве то есть по идее сейчас лагов не должно быть по голосу поэтому попробуем сейчас посадить его но притереть прям аккуратненько вот где-то здесь ты выводишь вот тебя есть улица у тебя есть следующий населенный пункт идешь на уголок населенного пункта когда будешь к нему подходить к этому колоссистом ты уже сможешь разглядеть эту нау будку уже довернешь на будку столько сколько нужно ну сейчас отсюда вот вот на него да на него пока лети сейчас могу может быть я даже знаю где она стоит но я тоже ее могу нет но я вижу будку я просто я привык уже она сейчас чуть правее у нас где-то на пол первого на час то есть ее принципе ну я ты просто визуально надо понимать где она стоит и туда смотреть я вот сейчас скручу мышкой потом посмотришь где она стоит ее в принципе видно просто нужно знать куда смотреть мы сейчас чуть-чуть узко идем поэтому встань на обратный посадочек нас ветром догонит до ширины круга и смотри за торцом но все равно значит с удлинителем но я не знаю как вы на короткой ручки летаете потому что движение прям микро нужны вот особенно потангажу прямого чуть-чуть совершенно верно так шасси не забудь торец говорю за торцом следи на короткой приходилось сглаживать этот центральную ось чтобы ход ручки был побольше так вот будка у нас проходит справа как раз вроде бы четенько шасси только нам нужно а вышли тренируемся не забываем высота 600 обороты 90 вот сейчас которая пересекает наш курс правильно совершенно верно когда ты и пролетишь полностью ты можешь докладывать и выполнять третье все верно это визуальный ориентир 3 разворот все вот мы ее прошли и как раз нас 240 показывает все 600 30 300 наша опорная все 30 и 300 чуть добавить пару процентов все я опять на эту скажем так промзону не все выводим сразу же 85 закрылки переводим на планирование регулируем скорость сразу же закрылки парируем и сразу же носик вниз все и вот теперь оборотиками регулирую скорость чтобы было 280 снижение 23 метра в секунду быть много не надо потому что мы сейчас против ветра бить и так но не горизонт только 280 поддерживаем оборотиками сейчас скорость растет это опасно закрылки упадут да 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 уже вот можно начинать ветром будет чуть-чуть сносить поэтому мы в принципе сейчас торец прямо войдем регулируешь креном крен не установлен потому что ты им играет чтобы войти в ствол все вот мы сейчас на линии вот у нас дальний ближний и торец прямая нос будет смотреть чуть чуть вправо и из эти фары второй круг летим без фары высоковато мы все равно проходим так закрылки 92 не забудь и сразу же до 92 95 чтобы скорость была 260 240 к первому ближнему чуть-чуть прибери обороте киога иначе скорость не упадет на 5 на повышенный да ну чуть-чуть раньше уберешь оборот и высоко идешь до убирая обороты в ноль убираю 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 до полосы папа планируй до полосы вот подходишь к торцу вот у нас подходит как раз 210 высоко чуть-чуть идем то что то полосы вот выравниваем выравниваем выдерживаем подтянул подтянул зафиксировал все ждешь вот и все регулируешь давай это это все зависит от ситуации не и андрей смотри здесь главное не сложить у себя ложного я понимаю почему малый газ смысле того что я сейчас вот ну то есть ты мне говоришь да я против инстинктов потому что мне не верится что он только летит что он дотянет да да что я сейчас уберу малый газ и типа к вот этим полоскам как они правильно называют что я просто там обвалюсь не не просто ты еще ты еще если бы ты еще планировал за 50 метров до полосы то есть у тебя и опять же ты борешься с инстинктами со своими и начинаешь носик немножечко под задирать и уходишь и уходишь выше старай стараешься да туда дальше за полосу за торец за торец нацелиться ты должен нацелиться до торца а над торцом тоже один раз то есть мы до фару выключаем вот сейчас когда мы шли ты шел нормально нормально потом говорю убирай в ноль ты убираешь и видно прям чуть-чуть раз ну уменьшил угол а надо было прям так его оставить тогда мы мы начали выравнивание еще до полосы над полосой бы просвистели и нормально бы сели страшно страшно было ты когда страшно да это малый малый газ я смотрю я не верю что он сейчас то есть инстинктивно то есть либо газ на ручку на себя ну поэтому да здесь все с тренировкой она с опытом наверно приходит это еще знаешь что это неправильный инстинкт он и так как сам летает да слушай вот это мне надо будет торец да всегда торец ты должен проходить скорость 210 ну там на 23 метра где-то по высоте это очень сложно это моторика самый самый элемент а если ты выйти совершенно верно если ты выдерживаешь три контрольные точки которые тебе сказал ну две допустим до до торца это ближе не дальний если ты проходишь на корректной скорости и высоте то в принципе сложного этого ничего нету она сама все это сделать то есть как говорят реальные летчики инструктора да ты грубо говоря оборотами то особо не работаешь то есть ты вышел из 4 выпустил закрылки установил опорные обороты там 92 процента все дальше но так так получается я не знаю почему то ли угол уменьшается еще что-то ты проходишь если 260 260 дальний то к ближнему у тебя самого как-то это происходит у тебя сама она становится 240 80 и к ну к моменту соответственно выравнивая к моменту торца ты уже убираешь обороты там уже будет 210 то есть она в принципе самую и к этому и придет просто здесь нужно немножечко побольше ну вот именно стремится сначала ты за этим наблюдаешь а потом это все уже на автоматизме сейчас сейчас у меня наверное уже не будет на автоматизм очень давно не летал раньше с летучки с утуцетом и там долго да 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 то есть ты уже потом просто по ощущениям уже понимаешь в какой момент убрать обороты чтобы не перелететь например вот сейчас почти практически над ближней мы убрали почему потому что ты был на более высокой глиссаде и на более повышенной скорости опять же над ближним у тебя было где-то 250 наверное должна быть 240 над торцом 210 вот и все зависит опять же от ветра если ветер чисто встречный и сильный то отлично да ты здесь совершенно верно ты относительно земли до медленнее двигаешься поэтому авианосец всегда разворачивают против ветра чтобы садиться я предлагаю давай сейчас я оглушу да